Воспоминания Воспоминания Как-то даже не верится, что мне было когда-то двадцать лет, и только еще расцветали мои молодые силы. Вот тогда-то и началась для меня любовь, которой было суждено стать в моей жизни большим событием. ЛИКА Радиоспектакль по повести Ивана Бунина Те весенние дни моих первых скитаний были последними днями моего юношеского иночества. Я возвращался домой в Батурино. По пути я заехал в Орел. Оставалось только взглянуть на город Лесково и Тургенево, да узнать наконец, что же такое редакция и типография. И вот я сижу в большой приемной редактора, который оказался очень хорошенькой, маленькой, молодой женщиной. Потом в столовой, совсем по-домашней, меня угощают кофе. А вот и мои заспавшиеся красавицы. Я сейчас познакомлю вас с двумя очаровательными созданиями. Моей кузиной Ликой и ее подругой Сашенькой Аболенской. И тотчас же вслед за тем в столовую вошли две девушки в цветисто расшитых русских нарядах с разноцветными бусами и лентами, с широкими рукавами, до локтя открывавшими их молодые круглые руки. Познакомьтесь. Это моя кузина Лика, а это Сашенька Аболенская. Удивительно была быстрота и безвольность, лунатичность, с которой я отдался всему тому, что так случайно свалилось на меня. Началось с такой счастливой беззаботностью, легкостью, а потом принесло столько мук, горести, отняло столько душевных и телесных сил. Стали накрывать стол к завтраку. Прошу к столу. Садитесь, пожалуйста. До свидания. Нет, нет. Уходить вам от завтрака совсем не след. Как не след и вообще скоро уезжать из Орла. Да-да. Давайте-ка сюда ваш картуз. Лика отняла у меня картуз, села за пианино и заиграла собачий вальс. Словом, я ушел из редакции только в три часа, совершенно изумленный, как быстро все это прошло. Я тогда еще не знал, что эта быстрота, исчезновение времени, есть первый признак начала так называемой влюбленности. Начало всегда бессмысленно веселого, похожего на эфирное опьянение. Из Орла я увозил одну мечту. Как-то продолжить и, насколько возможно, скорей то, что началось в Орле. Когда Лика вернулась в наш город, не было как будто ничего, кроме удовольствия и веселых встреч. Но вот, это было уже в конце лета, один из друзей, живший в именице недалеко от города, пригласил к себе довольно большое общество на именинный обед. Я сидел рядом с ней и уже безо всякого стыда держал ее руку в своей, и она не отнимала ее. Поздно ночью мы, точно сговорившись, встали из-за стола и сошли с балкона в темноту сада. Она остановилась в его теплой черноте и, прислоняясь спиной к дереву, протянула мне руки. Я не мог разглядеть, но тотчас угадал их движение. Быстро посерело, а еще через минуту стал светел весь сад от огромного золотистого востока. Потом мы стояли на обрыве, углядя на солнечно-разгорающийся небосклон. Вдруг она подхватила нарядные оборки батистовой юбки и побежала к дому. Я остановился растерянный, но уже не способный не только соображать что-нибудь, но просто держаться на ногах. Утром мне подали записку. Не старайтесь больше меня видеть. Я быстро прошел в прихожую, взял карту, сыногайку, пробежал через жаркий двор в конюшню и помчался вон со двора. Я ничего не слыхал, не видал, мысленно твердя одно. Или она вернет мне себя, эту ночь, это утро, эти батистовые оборки, или не жить нам обоим. С этими сумасшедшими чувствами, с безумной уверенностью в них, я поскакал в горд. С той минуты, когда я прискакал к ней с исты, и она, увидев мое лицо, прижала обе руки к груди, уже нельзя было понять, чья любовь стала сильней, счастливей, бессмысленней, моя или ее. Я надолго остался после того в городе. Мы с утра до вечера сидели на турецком диване в столовой, почти всегда в одиночестве. Отец, беспечный человек, либеральный доктор, ни в чем ее не стеснял. Доктор с утра уезжал, гимназист, ее брат, уходил в гимназию. Однажды она сказала мне. Что же, миленький, видно, так тому и быть. Мне только папу страшно жалко. Для меня никого нет в мире дороже его. И как нарочно, тотчас же после того прибежал гимназист. Доктор просит вас к себе. Она побледнела, я поцеловал ее руку и твердо пошел. Доктор встретил меня ласково. Мой молодой друг давно хотел поговорить с вами. Вы понимаете, о чем. Вам отлично известно, что я человек без предрассудков. Но мне дорого счастья дочери. От души жаль и вас. И поэтому поговорим на чистоту. Как мужчина с мужчиной. Как это ни странно. Но ведь я вас совсем не знаю. Скажите же мне, кто вы такой? Кто я такой? Хотелось ответить с гордостью, как Гёте. Я только что прочел тогда Экермана. Я сам себя не знаю. И избави меня, Боже, знать себя. Я, однако, сказал скромно. Вы знаете, что я пишу. Буду продолжать писать. Работать над собой. Может быть, подготовлюсь и поступлю в университет. О, университет. Это, конечно, прекрасно. Но ведь подготовиться к нему дело не шуточное. И какой именно деятельности вы хотите готовиться? К литературной только или к общественной, служебной? И снова вздор полез мне в голову. Снова Гёте. Я живу в веках с чувством несносного непостоянства всего земного. Политика никогда не может быть делом поэзии. Общественность не дело поэта. Так что Некрасов, например, не поэт, по-вашему. Но вы всё-таки следите хоть немного за текущей общественной жизнью. Знаете, чем живёт и волнуется в настоящий момент всякий честный и культурный русский человек? Я знаю, что все говорят о том, что камни на камне не оставлены от всех благих начинаний эпохи великих реформ. Что живём мы поистине в чеховских сумерках. Но сам я чувствую давнее тяготение к толстовству. Его учение освобождает от всяких общественных уз. Так что, по-вашему, единственное спасение от всех зол и бед в этом пресловутом неделании, непротивлении. Напротив, я за деланье и за противление. Только совсем особое. Какое-то счастье отряхнуть от ног прах всей нашей неправедной жизни и заменить её чистой, трудовой жизнью где-нибудь на степном хуторе. А, значит, вы не ищете лично для себя никаких, так сказать, обычных благ мира сего. Но ведь есть же не только личное. Я, например, далеко не восхищаюсь народом. Хорошо, к сожалению, знаю его. Весьма мало верю, что он есть кладез и источник всех премудростей и что я обязан вместе с ним утверждать землю на трёх китах. Но неужели всё-таки мы ничем ему не обязаны и ничего не должны ему? Впрочем, не смею поучать вас в этом направлении. Я, во всяком случае, очень рад, что мы побеседовали. Теперь же вернусь к тому, с чего начал. Скажу кратко и, простите, совершенно твёрдо. Каковы бы ни были чувства между вами и моей дочерью и в какой бы стадии развития они ни находились, скажу заранее. Она, конечно, совершенно свободна. Но буди пожелает, например, связать себя с вами какими-либо прочными узами и спросит на то моего, так сказать, благословения, то получит от меня решительный отказ. Вы очень симпатичны мне. Я желаю вам всяческих благ. Но это так. Почему? Отвечу. Совсем побывательски. Не хочу видеть вас, обоих, несчастными, прозябающими в нужде, в неопределённом существовании. И потом, позвольте говорить уж совершенно откровенно, что у вас общего? Гликерия – девочка хорошенькая. И нечего греха таить, довольно переменчивая. Нынче одно увлечение, завтра другое. Мечтает, уж, конечно, не о толстовской келье под елью. Посмотрите-ка, как она одевается, невзирая на наше захолустье. Я от них не хочу сказать, что она испорченная. Я только думаю, что она, как говорится, совсем вам не пара. Она жгала меня, стоя под лестницей, встретила меня вопрошающими и готовыми к ужасу глазами. Твой отец решительно против. Он считает, что я тебе не пара. Она опустила голову. Да. Против его воли я никогда не пойду. В ноябре я уехал домой. Прощаясь, мы условились встретиться в Орле. Чтобы найти предлог для жизни в Орле, она начала учиться музыке. Я тоже нашел предлог. Работу в редакции «Голоса». Первое время это меня даже радовало. Радовала хоть некоторая правильность, наставшая в моем существовании. Потом все чаще стало мелькать в уме. О такой ли жизни я мечтал? Вот я, может быть, в самой лучшей поре своей, когда весь мир должен быть в моем обладании. А я не обладаю даже калошами. Мне стало казаться, что далеко не все благополучно и в нашей близости, в согласованности наших чувств, мыслей, вкусов, а значит и в ее верности. Больше всего мучился я, когда бывал с ней на балах, в гостях. Когда она танцевала с кем-нибудь, кто был красив, ловок, я видел ее удовольствие, оживление, быстрое мелькание ее юбок и ног. Музыка больно била меня по сердцу своей бодрой звучностью, вальсами влекла к слезам. В обществе я чаще всего держался отчужденно, недобрым наблюдателем. Ты только о себе думаешь. Хочешь, чтоб все было только по-твоему. Ты бы, верно, с радостью лишил меня всякого общества, отделил бы меня ото всех, как отделяешь себя. И точно, я жестоко не любил, особенно на людях, минут ее веселости, оживления, желание нравиться, блистать. И горячо любил ее простоту, тишину, кротость, беспомощность, слезы. Зато как я хотел близости с ней, как страдал, не достигая ее. Я часто читал ей стихи. Послушай, это изумительно. Уноси мою душу в звенящую даль, где как месяц на дрощи печаль. Да, это очень хорошо. Но почему как месяц на дрощи? Это Фед? У него вообще слишком много описаний природы. Описаний? Нет никакой отдельной от нас природы. Каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни. Это, миленький, только пауки так живут. О, боже. Послушай, вот это. Какая грусть. Конец аллеи Опять с утра исчез в пыли. Опять серебряные змеи Через сугробы поползли. Какие змеи? Но это метель, поземка. Ночь морозная Мутно глядит По дрогожу кибитки моей. За горами, За горами, Лесами, В дыму облаков Светит пасмурный призрак луны. Миленький, Миленький, Ведь я же этого ничего никогда не видала. А это ты видала? Солнце луч Промеж туч Был и жгуч, И высок. Пред скамьей Ты чертила Блестящий песок. Это правда, Прелестно. Но достаточно стихов. Пойди ко мне. Все-то ты недоволен мной. Одним из самых сложных и мучительных наслаждений была для меня музыка. Когда она играла Что-нибудь прекрасное, Как любил я ее. Как изнемогала душа От восторженно-самоотверженной Нежности к ней. Как хотела жить Долго-долго. Часто я думал, слушай, Если мы когда-нибудь Расстанемся, Как я буду слушать Это без нее? Как я буду вообще любить, Что-нибудь, Чему-нибудь радоваться, Не делясь с ней Этой любовью, Радостью. Но о том, Что мне не нравилось, Я был резок в суждениях. Да, Это прекрасно. А ту сонату Не играй, Не играй, пожалуйста, Никогда. Пошлость, Гам, Кавардак, Ах, Здесь слышен стук Гробовой лопаты, Ах, Тут феи На лугу Кружатся, А тут Гремят водопады. А слушай, Что ты несешь? И буду нести Эти феи, Одно из самых ненавистных мне слов, Хуже газетного, Чреватый. Все тебе не нравится, Театр ты тоже не любишь. Ненавижу. Все эти свиноподобные городничьи И вертлявые холестаковы, Гамлеты в шляпах с перьями, С развратно томными подведенными глазами, С черно-бархатными ляжками И плебейскими плоскими ступнями. А опер, Регалетто, Изогнутый в три погибели, С ножками раз и навсегда, Раскинутыми врозь, Вопреки всем законам естества И связанными в коленях. Мельник из русалки С худыми, как сучья, И грозно трясущимися руками, С которых, однако, Не снято обручальное кольцо, И в столь истерзанных портках Точно его рвала Целая стая бешеных собак. Все это приводит меня просто в содрогание. Ну, допустим, вы правы. Почему все-таки вы приходите в такую ярость? Потому что заодно то, Как актер произносит слово «аромат», А-Р-О-М-А-Т. Я готов задушить его. И такой же крик подымался между нами После каждой нашей встречи С людьми из Орловского общества. И все-таки, приходя утром в редакцию, Я все радостнее, Родственнее встречал на вешалке Ее серую шубку, В которой была как бы сама она, Какая-то очень женственная часть ее. А под вешалкой милые серые ботики Часть наиболее трогательная. От нетерпения поскорее увидать ее Я приходил раньше всех, Садился за свою работу, А сам слушал, ждал. И вот, наконец, Быстрые шаги и шелест юбки. Она подбегала, Вся точно совсем новая, С прохладными душистыми руками, С молодым и особенно полным После крепкого сна блеском глаз, Поспешно оглядывалась И целовала меня. Однажды я нечаянно услыхал Ее разговор с Авиловой. Они как-то вечером сидели в столовой И откровенно говорили обо мне, Думая, что я в типографии. Лика, милая, Ну что же дальше? Ты знаешь мое отношение к нему? Он, конечно, очень мил. И я понимаю, ты увлеклась. Но дальше-то что? Я точно в пропасть полетел. Как? Я очень мил? Не более? Она всего-навсего Только увлеклась? Ответ был еще ужаснее. Ну что же я могу? Я не вижу никакого выхода. При этих словах во мне вспыхнуло Такое бешенство, Что я уже готов был кинуться в столовую, Крикнуть, что выход есть, Что через час Нади моей больше не будет в Орле. Как вдруг она опять заговорила. Как же ты, Надя, не видишь, Что я... Я действительно люблю его. А потом ты все-таки его не знаешь. Он в тысячу раз лучше, чем кажется. Да, я мог казаться гораздо хуже, чем я был. Однако легко и менялся, Как только видел, что ничто не угрожает Нашему с ней ладу, Никто на нее не посягает. Потом мы надолго расстались. Началось с того, Что неожиданно приехал доктор. Он приехал не один, А с Богомоловым, Молодым, богатым И даже знаменитым в нашем городе Кожевником, Давно уже имевшим виды на лику. Он влюблен в тебя, Лика, Без ума. Приехал с самыми решительными намерениями. Так что теперь судьба всего несчастного В твоем полном распоряжении. Захочешь, помилуешь, Не захочешь, Навеки погубишь. После того мы никогда и часу в день Не могли провести наедине. Она не расставалась то с отцом, То с Богомоловым. На первой неделе после поста Она уехала с отцом и Богомоловым, Отказав ему. Я давно перестал даже разговаривать с ней. Она собиралась в отъезд, Все время плача, Каждую минуту надеясь, Что я вдруг задержу, Не пущу ее. Разлука казалась особенно ужасна По ночам. Просыпаясь среди ночи, Я поражался. Как теперь жить? И зачем жить? Как-то я пришел на вокзал. Это так взволновало мою вечную жажду дороги, Вагонов. И обратилась в такую тоску по ней, По той, С кем бы я мог быть так несказанно счастлив, В пути куда-то, Что я решился срочно уехать. Кинулся на извозчика И помчался в редакцию Кавиловой. Я завтра уезжаю. Куда? В Смоленск. Зачем? Как-то не могу больше так жить. А в Смоленске что? Ну, давайте сядем. Вот сюда. Я ничего не понимаю. Ну, вот видите этот полосатый тик на диване? Вагонный. Я даже этого тика не могу видеть спокойно. Тянет ехать. Но почему в Смоленск? Потом в Витебск, в Полоцк. Зачем? Не знаю. Прежде всего, очень нравятся слова. Смоленск, Витебск, Полоцк. Нет, без шуток, я прошу. Я не шучу. Час от часу не легче. Вы очень тоскуете. Она вам не пишет. Нет. Но не в том дело. Вся эта орловская жизнь не по мне. Знает олень, кочующий пастбища свои. И литературные дела совсем никуда. Сижу все утро, и в голове такой вздор. Точно я сумасшедший. А чем живу? Вот есть у нас в Батурине дочь лавочника. Уже потерял надежду выйти замуж. И потому живет только острой и злой наблюдательностью. Так и я живу. Следующую ночь я проводил уже в вагоне. В голом купе третьего класса. Утром было внезапное, бодрое пробуждение. Все светло, спокойно. Поезд стоит. Уже Смоленск. Большой вокзал. Я выскочил из вагона, жадно глотнул чистого воздуха. Остаться, подумаю я. Нет, дальше. В Витебск. Там, на вокзале в Витебске, в этом бесконечном ожидании поезда на Полоцк, я испытал чувство своей страшной отделенности от всего окружающего. Удивление, непонимание. Что это такое все то, что предо мной? И зачем? Почему я среди всего этого? Вот тут-то и очнулся я от оцепенения и вдруг послал ей телеграмму. Буду послезавтра. Она меня ждала на платформе. В ней было что-то трогательное, жалкое. Она похудела, одета была скромно. Что ты со мной делал? Что ты со мной делал? Ты в дворянскую? Да. Я поеду с тобой. На извозчике она молча клонила голову навстречу ветру. Войдя в номер, она села на диван, глядя, как коридорный глупо ставит мой чемодан на ковер посреди комнаты. Не будет ли каких приказаний? Ничего не надо. Идите. Слушаюсь. Что же ты все молчишь? Ничего не скажешь мне? Лика, дорогая моя, дорогая. Я встал на колени, обмыл ее ноги, целуюсь сквозь юбку и плачу. Отец просит об одном. Подождать венчаться хотя бы полгода. Подожди. Подожди. Все равно моя жизнь теперь только в тебе одном. Дом, делай со мной, что хочешь. Мы уехали в тот малорусский город, где жил теперь брат Георгий. Оба на работу по земской статистике, которую он заведовал. Мы составляли его семью, очень ему милую. Идти вместе с нами на службу, состоявшую наполовину из курения и разговоров, было для него ежедневным удовольствием. Мы шли вдоль дивных тополей, маслянисто блестевших под солнцем, под жаркими стенами домов и нагретыми садами. В этом городе учился Гоголь. Весь окрестный край был его. Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии. Я ужасно хотела бы побывать в Миргороде. Непременно надо как-нибудь поехать. Правда? Пожалуйста, поедем как-нибудь. Только какой он был странный и неприятный в жизни. Никогда ни в кого не был влюблен. Даже в молодости. Да, за всю молодость единственный бессмысленный поступок поездка в Любик. Вроде твоей в Петербург. Отчего ты так любишь ездить? Отчего ты любишь получать письма? А от кого я их теперь получаю? Всё равно любишь. Понимаешь, люди постоянно ждут чего-нибудь счастливого, интересного. Мечтают о какой-нибудь радости, о каком-нибудь событии. Этим влечёт и дорога. Да, это правда. Скажи, а в Крым мы когда-нибудь поедем? Если бы ты знал, как я мечтаю, ты бы мог написать какую-нибудь повесть. Мне кажется, ты написал бы замечательно. И вот у нас были бы деньги. Мы бы взяли отпуск. Отчего ты бросил писать? Ты какой-то мод. Расточитель своих способностей. Были такие казаки, которые назывались бродники. От слова бродить. Вот верный я бродник. Одному Бог даёт палать, другому мосты да гати. Всего милее были минуты перед сном. Скромно горела свеча на ночном столике. Счастьем свежести, молодости, здоровья входила прохлада в открытые окна. Она темными глазами смотрела на свечу и заплетала мягко блестевшую косу. Вот ты и все удивляешься, как я изменилась. А если бы ты знал, как изменился ты, и ты стал как-то все меньше замечать меня, я боюсь, что я для тебя становлюсь как воздух. Жить без него нельзя, а его не замечаешь. Разве не правда? Вот ты говоришь, что это-то и есть самая большая любовь. А мне кажется, что это значит, что тебе теперь одной меня мало. Мало, мало. Мне теперь всего мало. И я говорю, тебя куда-то тянет. Вот ты просишься в командировке с разъездными статистиками. А зачем? Трястись по жаре, в пыли, на бричке, потом сидеть в жарком волосном правлении и без конца опрашивать хохлов вот под тем самым бланком, что я рассылаю. Ну, что тебя тянет? Только то, что я счастлив, что мне действительно теперь как будто всего мало. Правда? Счастлив? Одна мысль о жизни без нее привела бы меня теперь в ужас. Но и возможность нашей вечной неразлучности вызывала недоумение. Неужели и впрямь мы сошлись навсегда? И так вот будем жить до самой старости? Будем как все иметь дом, детей? Последние дети, дом представлялась мне особенно нестерпимым. А она мечтала именно об этом. Вот мы с тобой повенчаемся. Все-таки я этого очень хочу. И потом, что может быть прекраснее венчания? И у нас, может быть, будет ребенок. Разве ты не хотел бы? Бессмертные творят, смертные производят себе подобных. А я? Чем же я буду жить, когда пройдет наша любовь, молодость, и я стану больше не нужна тебе? Никогда ничего не пройдет. Никогда ты не перестанешь быть мне нужна. А теперь уже я, как прежде в Орлеана, хотел быть любимым и любить, оставаясь свободным и во всем первенствующим. Сильнее всего я чувствовал к ней любовь в минуты выражения наибольшей преданности мне, отказа от себя, вера в мои права на какую-то особенность чувств и поступков. Однажды я ездил в Казачьи Броды, старинное село в Поднепрове. Когда я приехал с вокзала, она с братом была уже в управе. Я вошел в спальню, чтобы переодеться и умыться, но увидал на ночном столике раскрытую книгу и на минуту приостановился. Это было семейное счастье Толстого. И на раскрытой странице были отмечены строки. Все мои тогдашние мысли, все тогдашние чувства были не мои, а его мысли и чувства, которые вдруг сделались моими. Я перевернул несколько страниц дальше и увидал еще отметки. Часто в это лето я приходила в свою спальню и вместо прежней тоски, желаний и надежд в будущем меня охватывала тревога счастья в настоящем. Так прошло лето, и я стала чувствовать себя одинокой. Он всегда был в разъездах и не жалел, и не боялся оставлять меня одну. Я несколько минут стоял без движения. Мне, оказывается, совсем не приходило в голову, что у нее могли быть и есть тайны, неизвестные мне, и, главное, печальные чувства и мысли и уже в форме прошедшего времени. В управу я вошел особенно бодро, с тайным мучением дождался, наконец, когда мы остались одни. Ты, оказывается, читала без меня семейное счастье? Да. А что? Поражен твоими отметками в нем. Почему? Потому что из них совершенно ясно, что ты уже одинока, разочарована, что тебе уже горько жить со мной. Как ты всегда все преувеличиваешь. Какое разочарование. Просто мне было немного грустно, и я правда нашла некоторое сходство. Уверяю тебя, что нет ничего подобного тому, что тебе вообразилось. Кого она уверяла? Меня? Или себя? Я, однако, очень рад был слышать все это. Мне очень хотелось, очень выгодно было верить ей. Я под всякими предлогами внушал ей одно. Живи только для меня и мной. Не лишай меня моей свободы, своей воли. Мне казалось, что я так люблю ее, что мне все можно, все простительно. Ты очень изменился. Ты стал мужественней, добрей, милей. Ты стал жизнерадостной. Да. А вот мой брат Николай, да и твой отец, все пророчили, что мы будем очень несчастны. Помнишь, как я, бывало, шутя, рисовал свою будущность? Квартирка в три комнатки, 50 рублей жалования. Он жалел только тебя. Плохо жалел. Говорил, что я и на такую карьеру окажусь не способен и что мы с тобой скоро расстанемся. Или ты ее безжалостно бросишь, или она тебя, посидевши некоторое время в этой милой статистике и понявши, какую ты приготовил ей участь. На меня он напрасно надеялся. Я тебя не брошу никогда. Я тебя брошу только в том случае, если увижу, что я тебе больше не нужна, что я мешаю тебе твоей свободе, твоему призванию. Я пользовался своей свободой все беспутне и все больше не сиделось мне дома. Как в свободный день я тотчас уезжал, уходил куда-нибудь. За обедом брат Георгий спрашивал меня, «Где же от тебя так обожгло солнцем? Где ты опять пропадал? Был в монастыре, на реке, на станции». И всегда один. Сколько раз обещал вместе пойти в монастырь. Я там за все время только один раз была. А там так прекрасно. Такие толстые стены, ласточки, монахи. Мне было стыдно и больно поднять на нее глаза. Но, боясь за свою свободу, я только пожимал плечом. На что тебе эти монахи? А тебе на что? Ты нарочно не хочешь понимать меня. Ну, бог с тобой. Верно сказано у Тургенева. Ты, кажется, читаешь теперь только за тем, чтобы находить что-нибудь насчет себя и меня. Впрочем, все женщины так читают. Ну, что ж, пусть я женщина. Зато я не так эгоистична. Да будет вам, господа. Осенью, после земского собрания, ездил в Москву, к Толстому. И, возвратившись, с особенным удовольствием предался мирским соблазнам. Балы, концерты, карнавалы. И они, эти соблазны, незаметно изменяли, ухудшали и наши отношения. Ты опять делаешься какой-то другой. Совсем мужчина. Стал зачем-то эту французскую бородку носить. Тебе не нравится? Нет, почему же. Только как все проходит. Да. Вот и ты становишься похожа уже на молодую женщину. Похудела. Стала еще красивее. И ты опять стал меня ревновать. И вот я уже боюсь тебе признаться. В чем? В том, что мне хочется быть на следующем маскараде в костюме. Что-нибудь недорогое и совсем простое. Черная маска и что-нибудь черное, легкое, длинное. Что же это будет обозначать? Ночь. Ночь. Это довольно пошло. Ничего не вижу. Тут пошлого. Просто ты опять стал ревновать меня. Почему же стал опять ревновать? Не знаю. Нет, знаешь. Потому что ты опять стал отдаляться от меня. Опять желаешь нравиться, принимать мужские восторги. Не тебе об этом говорить. Ты вот всю зиму не расстаешься с Черкасовой? Уж и не расстаешься. Точно я виноват, что она бывает там же, где и мы с тобой. Мне больнее всего то, что у тебя образовалась какая-то тайна от меня. скажи прямо. Какая? Что ты таишь в себе? Что таю? Грусть, что уж нет нашей прежней любви. Ну, что ж об этом говорить. А что до маскарада, то я готова совсем отказаться быть на нём, раз тебе это неприятно. только уж очень ты строг ко мне. Каждую мою мечту называешь пошлостью. Всего лишаешь меня. А сам себе ни в чём не отказываешь. Это случилось в ноябре. Я до сих пор вижу и чувствую эти неподвижные, тёмные будни в глухом малорусском городе. Мои тупые, бесцельные блуждания по этим улицам. Мои всё одни и те же мысли и воспоминания. В какой-то роковой час её тайные муки, о которых она только временами проговаривалась, охватили её безумием. Брат Георгий вернулся в тот день со службы поздно, я ещё поздней. Она одна оставалась дома, несколько дней не выходила, как всегда, каждый месяц. Она, верно, долго полулежала на тахте в нашей спальне, поджав под себя по своей привычке ноги. Всё смотрела, должно быть, перед собою. Потом вдруг встала, без помарок написала мне на клочке несколько строк, которые брат, воротясь, нашёл на туалете в этой опустевшей спальне и кинул собирать кое-что из своих вещей. Прочие просто бросил. Ночью она была уже далеко в пути домой к отцу. Отчего я тотчас же не погнался за ней? Может быть, от стыда и от того, что уже хорошо знал теперь её непреклонность в иные минуты жизни. А в ответ на мои телеграммы и письма пришло в конце концов только два слова. «Дочь моя уехала и место пребывания своё запретила сообщать кому бы то ни было. Неизвестно, что было бы со мной в первое время. Не будь возле меня, брат». Те несколько строк, что она написала в объяснении своего бегства, он не сразу передал мне. Всё сперва подготовлял меня. «Не могу больше видеть, как ты всё дальше и дальше уходишь от меня, не в состоянии продолжать переносить оскорбления, которые ты без конца и всё чаще наносишь моей любви. Не могу. Не могу убить её в себе. Но не могу и не понимать, что я дошла до последнего предела унижения, разочарования во всех своих глупых надеждах и мечтах. Молю Бога, молю Бога, чтобы Он дал тебе сил пережить наш разрыв, забыть меня и быть счастливым в своей новой, уж совсем свободной жизни». Что ж, этого надо было ожидать. Обычная история эти, разочарование. Я сказал это довольно нагло. Чувствую, что земля проваливается у меня под ногами. и кожа на лице и голове леденеет. Думаю, что я не застрелился в эту ночь только потому, что твёрдо решил, что всё равно застрелюсь не нынче, так завтра. Потом прошла неделя, другая, месяц. Я давно отказался от службы, никуда не показывался на люди. Безвыходнее всего было то, что я не знал, куда она скрылась. Если бы не это, я бы превозмог всякий стыд, давно бы настиг её где-нибудь и какой угодно ценой вернул себе. Вскоре я не выдержал, сорвался однажды с места и кинулся, очертя голову в город. С дерзостью отчаяния выскочил я из извозчичьих санок у знакомого теперь страшного подъезда, с ужасом взглянул на полузавешанные окна столовой, где столько дней просидел я с нею когда-то на диване тех осенних первых наших дней. Дёрнул звонок. Дверь отворилась, я очутился лицом к лицу с её братом, который, увидев меня, побледнел. Отец не желает вас видеть. Она же, как вам известно, в отсутствии. Уходите, пожалуйста. И всё-таки всю зиму, каждый день я упорно ждал от неё письма. не мог поверить, что она оказалась столь каменно-жестокой. Весной того же года я узнал, что она приехала домой с воспалением лёгких и в неделю и в неделю умерла. Узнал и то, что это была её воля, чтобы скрывали от меня её смерть, возможно, дольше. Недавно я увидел её во сне. Единственный раз за всю свою долгую жизнь без неё. Ей было столько же лет, как тогда, в пору нашей общей жизни и общей молодости, но в лице её уже была прелесть увядшей красоты. Она была худа, на ней было что-то похожее на траур. Я видел её смутно, но с такой силой любви, радости, с такой телесной и душевной близостью, которой не испытывал никому никогда. леда. Вы слушали радиоспектакль «Лика» по повести Ивана Бунина. Автор инсценировки и режиссёр-постановщик Лия Веледницкая. Композитор Михаил Мейрович. Роли исполняли Алексей Арсеньев, Михаил Казаков. Арсеньев в молодости, Кирилл Казаков. Лика Лариса Гребенщикова. Отец Лики – Александр Калягин. Авилова Екатерина Райкина. Георгий Всеволод Абдулов. Брат Лики – Алёша Деков. Камерный ансамбль «Времена года» под управлением Владимира Понькина. Редактор Елена Ковалевская. Звукорежиссёр Альфия Кутуева. Звукооператоры. Галина Тимченко, Вера Кайнара. Галина Зудкина. Галина Зосимова. Галина Тимченко. Продолжение следует...